Казанский университет предлагает собственные экскурсионные программы, куда приведет тропа студенческого туризма. Мы планируем отправить студентов Казанского федерального университета в город Ростов-на-Дону в рамках этой программы, где принимающая сторона будет Южный федеральный университет, в обл. Кавказ, где будет принимающая сторона Северо-Оситинский государственный университет и в город Великий Новгород, где принимающая сторона будет Новгородский университет имени Ярослава Мудрого. Министерство финансов России привело Фонд национального благосостояния к бездолларовой структуре, чем вызван переход к новой системе. Здесь можно выделить два аспекта. Первый – это политический. И, соответственно, снижение их дальнейшей революции, стран, которые к нам достаточно не дружно относятся, это как раз во многом такой политический аспект. Как повлияли на статистику вакцинаций ограничительные меры из-за коронавируса? Во время отпуска мне предстоит поездка в другой город, в Москву. И, собственно, учитывая ситуацию, которая сейчас там, нужно пацинироваться, чтобы посещать любые какие-либо заведения. Всем привет! В эфире «Универ Ньюз», а в студии Ариадна Кугушева. В Униксе состоялось вручение дипломов выпускникам высшей школы журналистики и медиакоммуникации Казанского университета по направлениям рекламы и связи с общественностью, медиакоммуникации. Заветный документ получил 91 выпускник. Казанский федеральный университет стал единственным вузом Татарстана, принимающим участие в развитии студенческого туризма. О том, какую познавательную программу подготовил университет для гостей, узнаете далее. Теперь студенты могут путешествовать по регионам России по максимально доступным ценам, ведь с 15 июля в стране стартует пилотный проект по реализации студенческого туризма. По результатам опросов студентов, туристические программы будут реализовывать 15 вузов со всех уголков России, в том числе и Казанский федеральный университет. Вуз, как принимающая сторона, они организуют культурно-познавательную программу, могут также встретить студентов, побеседовать с органами студенческого управления, показать достопримечательности города, университета, регионов, в которые они приезжают, и, наверное, показать самые интересные молодежные объекты. Так, например, КФУ предлагает гостям трехдневную программу знакомства с самим университетом, Казанским Кремлем, Национальной библиотекой Татарстана, набережной и другими городскими достопримечательностями. Все это от 1800 рублей. Расширенная пятидневная программа предлагает посетить Старо-Татарскую Слободу, остров-город Свиярск, Казанские усадьбы и многое другое. Стоимость участия от 2300 рублей. При этом проживать гости смогут в деревне универсиады. Одна ночь в общежитии им обойдется всего в 100 рублей. Принять участие в программе и отправиться путешествовать по другим регионам России могут и сами студенты Казанского Федерального Университета. Мы планируем отправить студентов Казанского Федерального Университета в город Ростов-на-Дону в рамках этой программы, где принимающая сторона будет Южный Федеральный Университет, во Владикавказ, где будет принимающая сторона Северо-Осетинский государственный университет и в город Великий Новгород, где принимающая сторона будет Новгородский университет имени Ярослава Мудрого. Принять участие в программе может любой желающий студент. Возможность официально подать заявку появится с 15 июля. По всем вопросам можно обратиться в Департамент по молодежной политике КФУ по номеру 233-7256 или 233-7217. Диана Шлинкова, Виолетта Басова, Универ Ньюс. Министерство финансов России завершило операцию для приведения средств Фонда национального благосостояния к новой бездолларовой структуре. Об этом сообщили на официальном сайте Минфина России. Минфин России информирует о завершении 5 июля 2021 года конверсионных операций, необходимых для приведения фактической структуры средств ФНБ к новой нормативной структуре. В результате данных операций и структуры средств ФНБ исключен доллар США. Доля фунта стерлингов сокращена до 5%. Доля евро и китайского юаня увеличены до 39,7% и до 30,4%. Соответственно, доля японской иены составила 4,7%, а доля безналичного золота – 20,2%. Такое заявление вышло 6 июля на сайте Министерства финансов России. Чем же вызвано сокращение долей долларов и фунтов? Здесь можно выделить два аспекта. Первый – это политические. Мы с вами все знаем, что в последние годы отношения России и ряда западных стран, в первую очередь, конечно, речь идет о Соединенных Штатах Америки, они не самые благополучные. У нас наблюдается и политическое противостояние, и экономические академии войны. Второй аспект даже более важный, чем политический – это экономический, утверждает Тахир Рафиков. В аналитике Министерства финансов прогнозируют ситуацию, которая будет развиваться в мире и в отдельных странах, и смотрит за тем, чтобы эта ситуация благоприятно отразилась на фонде национального благосостояния, то есть его резерв должен увеличиваться, а не уменьшаться из-за инфляции, из-за экономических кризисов и других. К примеру, экономическая ситуация в Соединенных Штатах в последние годы неблагоприятна. Для исправления такой ситуации США печатает очень много долларов, которые не обеспечены, то есть долларов становится больше, но экономическое состояние страны сильно не меняется. Валюта страны дешевеет. Соответственно, Минфин минимизирует риски и сокращает доли долларов. Я думаю, что резких движений ожидать пока не стоит, но, естественно, это будет очень сильно зависеть от того, что происходит в мире, потому что потенциально экономика сейчас мировая находится в преддверии еще большего кризиса, чем который был с коронавирусом. И если этот кризис разразится, то там, конечно, движение по различным валютам может быть очень сильное. И, соответственно, исходя из этого, я думаю, что могут корректировать структуру самого фонда и смотреть, во что действительно стоит вкладываться, потому что на этих колебаниях можно очень сильно прогореть, очень много потерять. Однако глава Центробанка России Эльвира Набиулина заявила, что доллар США останется частью валютного резерва в стране. Эксперт Казанского университета утверждает, что это логично, потому что доллар остается основной валютой на мировом рынке. Джимми Небаева, Универтньюс. Выставка, приуроченная к 215-летию ботанического сада, открылась в Музее истории Казанского федерального университета. Экспонаты, представленные в музее, раскрывают историю ботанического сада КФУ с момента его возникновения до новых современных витков развития. Выставку можно посетить в течение месяца в рабочие часы музея. В России продолжают вводить ограничительные меры из-за коронавируса. Насколько увеличилось количество вакцинаций за последний месяц, расскажем в следующем сюжете. Вслед за Москвой дополнительные меры борьбы с вирусом вводятся и в других регионах. Закрываются туристические зоны, заполняемость заведений снизили до 50%, а для посещения общественных мест требуется пропуск в виде ПЦР-теста или сертификата о вакцинации. Ограничения пока не коснулись Сатарстана, однако жители республики предпочитают перестраховаться. Согласно статистике, на 10 июня первым компонентом вакцины привито более 655 тысяч человек. Это на 240 тысяч больше, чем месяц назад. Свой вклад в массовую прививочную кампанию вносит университетская клиника КФУ. На 9 июля 2022 года провакцинировалось 8 839 человек. Вакцинируется сейчас от 120 до 200 человек, бывает, не вакцины хватает. И количество вакцинирующих увеличилось. Это мы можем сравнить по статистике июня месяца, где было 1839 дней. Студентка Казанского университета, недавно привившаяся первым компонентом вакцины, рассказала о том, почему приняла это решение и как проходила процедура. Я привелась в университетской клинике Казанского федерального университета. Было достаточно удобно. Вся процедура заняла у меня меньше часа. В это время входило заполнение анкеты, обследование врача и, собственно, сама вакцинация. В первый день у меня поднялась температура, но это не страшно. Она держалась где-то один-два дня и забивается парацетамолом. Во время отпуска мне предстоит поездка в другой город и в Москву. И, собственно, учитывая ситуацию, которая сейчас там, нужно вакцинироваться, чтобы посещать любые какие-либо заведения и так далее. Чтобы обеспечить себе комфортный отдых без каких-то непредвиденных ситуаций, я решила вакцинироваться. Напомним, что привиться вакциной «Спутник Ви» можно в униклинике Казанского федерального университета по адресу улица Вишневского, 2А, запись по телефону 233-3200. При себе необходимо иметь паспорт, полис МС и СНИЛС. Ариадна Кугушева, Ленардо Валерьяров, Универньюз. На этом все. В студии была Ариадна Кугушева. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»